Было в Советском Союзе громкое дело, которое стоило карьеры и в конечном счете жизни одному из самых талантливых футболистов мира. Его угораздило родиться советским человеком. Но он же не правозащитник, хотя во многом самурай. Но настоящий правозащитник в этом деле тоже был. И вот об этом мало кто знает. Это еще история и про абьюз. Мы не знаем и никогда не узнаем, был ли виновен осужденный Эдуард Стрельцов. Судебные документы аккуратно уничтожили накануне возможной его реабилитации. Но в истории остались два факта. Сначала Стрельцов был подвергнут жесткому абьюзу, а потом сделал это сам. Все началось в Кремле. В Кремле же и закончилось. 1957 год. Кремлевский прием в честь победы советских олимпийцев Мельбурни. Звезда приема Эдуард Стрельцов. Ему 20 лет, у него прическа Тедди Бой. Ему можно. Он очень нравится девушке Светлане, но не ей одной. Женщин у Стрельцова много. Правда, Светлана выделяется среди всех. Фамилии. Светлана Фурцева. Дочь Екатерины Фурцевой. В будущем министра культуры, а на тот момент первого секретаря московского горкома КПСС. Это как сейчас Собянин. Партийная дама решила сосватать дочь Стрельцову. Но Эдуард отвергает Светлану. Ситуация. Фурцева жалуется на футболиста Хрущеву. Это как сейчас Путину. На Стрельцова начинают собирать досье. И решили заподозрить его в самом страшном. Он задумал предать родину и сбежать за границу. Ну или остаться там после какого-нибудь матча. Хотя он только что женился. Через месяц после отказа встречаться с дочерью Фурцевой. У него беременная жена. И здесь, кстати, еще одна вишенка на торте. Мать Стрельцова требует, чтобы новобрачная сделала аборт. Та отказывается. Тем временем в советской прессе выходят статьи, где Стрельцова обвиняют в сговоре с западными империалистами. Чисто иностранный агент. А на носу чемпионат мира по футболу в Швеции. За неделю до отъезда в Швецию Стрельцов арестован. Обвинение ужасное. Изнасилование. Но история темная. Дача, пляж, много вина. Летчики, футболисты и девушки. Одна из них Марина. Она флиртует с Эдуардом. Ночь они провели вместе. Наутро две девушки отнесли в милицию заявление об изнасиловании. Одну якобы изнасиловал летчик. Вторую Стрельцов. Марина, кстати, не скрывала, что заявление ее заставило написать собственная мать. Вторая девушка, та что с летчиком, вскоре написала другое заявление. Изнасилования не было. Прошу у всех прощения без попуту. Марина тоже написала, но сформулировала иначе. Претензий к Стрельцову не имею. Прощаю его. А такая формулировка не отменяет события преступления. Изнасилование не перестает быть преступлением за примирением сторон. Прокурор просил для Стрельцова 15 лет, далее 12. Защита у нападающего была очень слабой. О процессуальных нарушениях моря. Судебные протоколы не совпадали с приговором. Путаница в датах допросов. И разные чернила на них. Но спорить было бесполезно. Наказать зазвездившегося негодяя требовал сам Хрущев. А такими мелочами, как несовпадение протоколов, да от подписей чернил, вообще никого не удивишь. Ни тогда, ни сейчас. Следователь уговорил Стрельцова подписать чистосердечное признание, которое сам же и составил. Обещал, что его оставят в сборной и отправят на чемпионат мира. Обманул. Ничего в этом мире не меняется. Во всяком случае, у нас. Еще сталинский прокурор Вышинский сказал, как отрезал, признание царица доказательств. Так живем. Стрельцов отсидел почти пять лет. Сначала ему сократили срок, потом он вышел по УДО. Долго не мог вернуться в спорт. А вернул его следующий генсек Брежнев. По воспоминаниям Аркадия Вольского, тогдашнего директора ЗИЛа и футбольного фаната, Брежнев сказал, отсидевший слесарь у нас может работать слесарем. А почему футболист не может вернуться в футбол? И Стрельцова вернули. Невероятно. Но после всего пережитого он сумел стать чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР и дважды признавался лучшим футболистом СССР. Но годы, которые должны были стать лучшими в его карьере, он провел на зоне. Там он серьезно переболел, был избит, 4 месяца лежал в больнице. Его направляли на особо вредные работы. Он умер в 53 года. От рака легких. Есть несколько свидетельств, что та девушка Марина приносила на его могилу цветы. Кстати, есть еще одно свидетельство чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Мало кто знает, что он много лет тихо, но эффективно помогал заключенным. И реабилитацией Стрельцова тоже занимался. По словам Карпова, в Генпрокуратуре СССР дело футболиста двигала подруга Фурцевой по фамилии Найденова. И она же спустя годы уничтожила все бумаги. Что тут скажешь? Юный Стрельцов не был хорошим мальчиком. Но посмотрите на взрослых теток. Одна ультимативно подсовывает ему свою дочь. Другая требует, чтобы его жена сделала аборт. Третью мать заставляет писать заявление в милицию. И всем ломают жизни. Сейчас это выглядит как история тотального абьюза. История, поддержанная правосудием. Всецело и безоговорочно.